Без малого 150 миллионов рублей выделено в этом году в Мариэл для обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Государственная программа «Социальная поддержка граждан» работает в республике шестой год. За это время ключи от собственных квартир получили более 460 ребят. Наша съемочная группа заглянула в гости к некоторым из них. Когда нам дали квартиру, уручили ключи, первые эмоции были, ну, вау, как бы своя крыша над головой. Уже, ну, как бы можно было заезжать и жить сразу, была плита, раковина. Свою первую собственную квартиру Динара Ялтаева ждала, можно сказать, всю жизнь. Девушка воспитывалась с тетей. Пока училась в колледже, жила в общежитии. Когда вышла замуж, переехала к свекрови. Поэтому после получения долгожданных ключей медлить с переездом не стала. Мы сразу заехали, потому что уже не терпелось, как бы, свое же жилье. Раньше здесь у нас кровать стояла детская, сейчас уже сын подрос. Как бы, свой уголок у него. Согласно новому порядку, который действует в республике и в стране в целом, с 1 января 2013 года, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются жильем по договору найма на 5 лет. По истечении этого срока, в случае должного ухода по содержанию и оплате коммунальных услуг, квартира может быть передана в собственность. Этого момента с нетерпением ждут Светлана Ямбаршева с дочкой. Ключи от небольшой, но такой долгожданной квартиры девушка получила еще в 2014-м. В следующем надеется ее приватизировать. Когда мы вышли из семьи нашего дяди-опекуна, мы остались совсем без жилья. Мы снимали жилье с сестрой. И на самом деле очень было сложно, потому что нужно было и платить за съем. Помощи совершенно не было. Я до того счастлива, что у нас есть свой угол. Для того, что приходишь домой, и это твое, и рядом здесь садик находится, за окном у нас сейчас идет стройка, школы. То есть все условия здесь есть. В соответствии с нормативными документами обеспечиваются жильем дети-сироты, у которых нет помещения, в котором они являются либо собственниками, либо нанимателями. Или помещения не соответствуют санитарным нормам. То есть в этом случае ребенок из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, начиная с 14 лет, может встать в список, но это делают его законные представители, начиная с 18 до 23 лет. Сам ребенок подает документы в орган опеки того муниципалитета, где он зарегистрирован. И тем самым, если у него проверяются документы, есть ли основания, он включается в список на получение жилых помещений. За последние пять лет в Мариэл, включая от новых квартир, получили 463 ребенка. Причем год от года положительная тенденция по обеспечению жильем детей-сирот набирает обороты. Если в 2013 таких ребят было 38, в 2018 собственным жильем в общей сложности планируют обеспечить уже 150 человек. Деньги на приобретение квартир поступают из двух источников. Первая – это государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». В рамках этой программы в этом году республика получила более 40 миллионов как раз на приобретение квартир для детей-сирот. Также из бюджета республики выделено более 100 миллионов на приобретение квартир. Да, обеспечить собственным жильем всех и сразу очень сложно. Прежде всего из-за требуемых для этого больших финансовых вливаний. Поэтому для решения вопроса, который, к слову, находится на постоянном контроле у правительства республики, требуется определенное время. Кстати, на месте тех, кто сегодня еще только ждет своей очереди на получение квартиры, были когда-то и те ребята, что сегодня уже радуются собственной крыше над головой. Конечно же, все получат. Квартиры дают хорошие. Очень здорово. В 2009-м я стала на очередь, а рождала до 2014 года, 6 лет. Получила квартиру, была очень довольна и счастлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова